Добрый день, уважаемые друзья, уважаемые любители шахмат. Сегодня с вами отправляемся на обзор отбора к онлайн-олимпиаде, который прошел буквально на днях и завершился вчера. 30 команд были разбиты на три пула, в каждом из которых 4 команды квалифицировались в основной 4 дивизион онлайн-олимпиад. Итак, была нешуточная борьба между известными странами и менее известными экзотическими странами, карликовыми государствами. Играли все, и шахматы популярны во всем мире. Безусловно, интересно было наблюдать за менее известными шахматистами. Партии забиловали большим количеством, конечно же, ошибок. Тем интересен наш спорт в том числе. И сегодня мы пройдемся по определенным миниатюрам, которые случились в этих вот партиях. Понятно, что здесь не будет разбор экстра-класса мастеров, но тем не менее смотрим на людей, которые просто любят шахматы, и как они боролись, старались и побеждали. Побеждали и проигрывали в том числе. Итак, первая партия, которую мы смотрим, между Самира Мухаммедом Али и Лау Хау Ло. В общем-то, серьезные сразу видно ребята, особенно если вы знаете, что Самира Мухаммеда Али представляет команду Сомали. Я думаю, что после этого комментарии излишни. А Лау Хау Ло представлял Бутан, а Макао, прошу прощения. Итак, значит, что произошло в этой партии? Самира разыграл шотландскую партию. Слон Б4, Лау Хау дает шаг. Этот шаг достаточно неплохой, достаточно хитрый. В свое время, я помню, были партии у Леона Раньяна на эту тему. Основная идея, чтобы белых спровоцировать на ход С3 и отнять это поле у коня с целью дальнейшего подвижения Д5. Но Самира все это знал. Вполне возможно, сыграл слон Д2. И после разменов Лау сделал уже большую неточность. Он сыграл легкой фигурой в дебюте дважды, что не рекомендуется делать начинающим шахматистам. И сделал ход конь Е5. После этого хода у белых, конечно, большой перевес. И, в общем-то, все должно было завершаться другим способом. Никак завершилось в этой партии, забегая вперед. Но было весьма интересно тоже. Ферзь Ф4 напал сразу на коня. Что конь оторвался от всех. И сразу же, обратите внимание, как Самира мгновенно нападает на коня. Он немножко, просто немножко оторвался сразу же. То есть он не защищен, сразу же он его хочет съесть. Итак, тот защитил, и тот опять нападает. То есть пошло нападение. Вот это вот нападение очень опасно всегда. С6. Ушел слон, и последовала ловушка, в которую Лау Хау Ло, и попался. В5, слон В3. И, казалось бы, после хода С5, Би-черные уже побеждают. Грозит поимка вот этого вот сомалейского слона. Но нет. Здесь Самира находит блестящую возможность отвлечь Лау Хау. И Лау Хау съедает на С6, попадает под раздачу. Мгновенно был наказан Мохаммеда Мали. И у партии завершилась победой с Сомали. Сомали, к сожалению, в этом соревновании в своем пуле не блеснуло. К сожалению, мало слишком очков набрали. Они заняли последнее место. Но я думаю, что они не сильно расстроились. В целом, смотрим следующую партию. Итак, Пакистан против Бутан. Е4, Е5, Конь Ф3, Конь Ф6. Русская партия. Обратите внимание на теоретические познания шахматистов. Я напомню, что средний рейтинг команд был приблизительно 1500, 1600. Некоторые команды представляли мастера. Также я заметил несколько наших шахматистов, которые даже представляли, по-моему, даже сборную, если я не ошибаюсь, сборную Арубы. Если не ошибаюсь. Или не Арубы, я прошу прощения. Но вот у нас... А, Либанон. Представляете? В общем, такие вот чудеса. То есть, Фазова, Некрасова Елена, например, играла за Либанон. Ну, не знаю, сколько это нужной информации. Ну, классно, классно. В общем, многим наверняка из нас хотелось бы побывать в разных эзотических странах. Возможно, там даже и остаться. Ну, или просто погреться на солнышке. В каких-нибудь Каймановых островах. Или там островах маленького кука, мука. Ну, и так далее. Ну, в общем, так или иначе, шахматисты, как мы видим, все равно какую-то квалификацию уже имели. И разыграли достаточно быстро такие вот классические идеи. Итак, КНЕ5. Немножко рановато черные так сделали, такой ход сделали. Но, тем не менее, вот после взятия Сухайл мог Джунаид сыграть ферзь H5, может быть, похитрее, с целью заманить черных на рахировку и поставить мат. Ну, параллельно нападая на пешку Е5. Но он сыграл ферзь Ф3. Вполне возможно, что это очень большая хитрость была. Итак, недолго думая, слон Ж5 послел от Доржа. И обратите внимание на хитрый ход Ладья Д1. То есть, не длинная рокировка, после чего черные могли съесть шахом. А Ладья Д1. И после взятия на Е3, белые мгновенно набросились шахом на короля. Обратите внимание, Ладья открылась. И черные в надежде сохранить ферзя. Защитились от этого шаха. После Ладья Д7 спрятали ферзя подальше. Но, опять-таки, на пуле М7 получили мат. Вот такая вот тоже миниатюрка. Весьма достаточно показательна. И мы идем дальше. Еще одна партия. Напомню, кстати, что... Да, я не сказал, что первое место в этом пуле АН. Первое место заняла сборная Мьенмы. Второе завершил Брюней. Дали Пакистан и Оман. В этом поединке участвовали представители Пакистана и Брунея. Если не ошибаюсь, как раз-таки тоже битва неплохой получилась. И вот мы сейчас также посмотрим на такие вот развития. Итак, А3. Ахмед сыграл. Профилактика от различных слону, слон Б4. В общем, хитрый ход. Так, кстати, играют. Иногда вот сейчас А3-то в этой позиции популярны. Как и Ладья Б1 периодически. Такие экзотические ходы. Ну, вот смотрите. Азахари Сити Нурфат. ХД. Сыграл Д5. И вот опять мы видим стандартную ошибку. Вот видите, вот опять конь куда-то идет на Е4. То есть боятся белые сдвоения пешек. Вот в этой партии мне очень понравилось, как играл Азахари. Он пошел всеми вперед. Пошел и в 5. Погнал коня на Ж3. Погнал другого коня на Ж1. Ну, то есть с ним сыграл Ферси 2 в надежде сохранить эту связку и сыграть Д3. Но после Ферси 7 был вынужден отступить назад. Дальше слон Е6. С4 еще одна неточность. После чего конь Д4. Прекрасный ход с нападением на Ферзя. Последовал Ферзь Е1. И еще конь пошел на Ф4. Посмотрите, какие мощные какие фигуры организовал Азахари. Последовал еще один шаг. Слон Д7 пришлось вернуться обратно. По сожалению, шаг ни к чему не привел. И здесь очень красивая комбинация последовала от Азахари. Азахари. Коньев 3 шаг. ЖФ. ЕФ. Ну и здесь произошел зевок. Конь Е2. Вот такая вот упаковка. Настоящая упаковка короля. Обратите внимание, какая красивая позиция. И Ахмед был вынужден признать, что здесь на доске мат. На доске натуральный мат. Прекрасная, по-моему, партия. Черные пошли вперед и поставили мат. Идем дальше. Следующая партия. Между представителями Брнеем и Фиджи. Фиджи, кстати, представлял. Возглавлял команду Фиджи. Шахматист с говорящей фамилией Кумар. Обращаю на это тоже внимание. И вот в этой партии опять-таки наш герой Азахарин. Прекрасный шахматист. Мы уже не поняли это. Активный играл против Мамасиламани. Жаклин. Итак, сицилианская защита. Обратите внимание, что опять теоретическая часть шахматистов, прошу прощения, достаточно на высоте. И слон С5. Такой редкий вариант, после чего слон Е3 последовал ходит. Я, честно говоря, сам не помню теорию, как надо правильно играть. Мне казалось, что надо конь С3 ходить. Ну и вот Жаклин съел. Или съела. Я, честно говоря, даже не посмотрел. Девочка, это был или мальчик. Ну вот, интересное нападение. Посмотрите, опять Азахарин нацелен на постановку МА. Конь Д2. У черных есть некоторые трудности с развитием фланга ферзи УА. Ну и король не рокирован все-таки. И вот пытаются разменять ферзей. Естественно, никаких разменов. Более того, белый создает угрозу взятия на С6. Поэтому приходится отступать. И длинная рокировка. Очень активно играл Захарин. Еще одна потеря времени. Еще один ход Ферзь С7. Черным стоило искать что-то другое. Хотя уже, наверное, дорог совет в такой ситуации. Вполне возможно, что стоило пытаться искать соскоков в Эншпиле. Ферзь С7. После входа Конь Е4. Белые уже доминируют в центре. У них очень приличная, конечно, мощная ситуация. Они дальше готовы продолжать свои атаки. Такое еще действие. Конь Б4. Ферзь Б3. Естественно, белый не зевает мат. А5. Белые совершенно великолепно отгоняют активную фигуру. И после Конь С6 нападают сами на мат на Ф7. И вот Жаклин не справился с управлением. Ф6. И после Ферзь H5 угрожал мат с двух сторон. С одной стороны черные защитились, а с другой нет. Белые победили. И очень напорная. Классная такая партия. Именно с напором. Обратите внимание. То есть очень поучительная. И идем дальше. Следующая партия. Она безусловно, наверное, заслуживает внимания. Прежде всего. Шахматистами. Потому что не так просто было. Не так просто было даже вот прочитать фамилии до конца. Это так, как скорых говорка. Кабамбаниши, Машала, Бонго, Аканго, Ниджила, Бартлэмэ. В общем, как-то еле я выговорил. Но в общем, Бонго против Кабамбаниши. И партия двух сильных шахматистов. Белыми играл представитель республики Конго. Демократической республики Конго. А черными играл представитель Габона. Итак. Е4, С6. Партия очень была боевой. Кракан. Причем мы видим, что квалифицированно очень все было разыграно. До поры до времени. И сделали ставку на атаку. Бонго защищался. И после ладья Е8 длинной рокировки. Делал все вроде как разумно. Мы все смотрим, как все грамотно расставляется. И сам перешел к атакующим действиям. К атакующим действиям. Напал до А2. Король Б1. Слон Ж7. И вот мы дальше смотрим, как продолжалась партия. Очень все разумно происходит. Мы видим, что никто не получил мат в 10 ходов. В общем-то борьба идет нешуточно. Белый организует очень серьезное давление на королевском планке. Что, в общем-то, и надо делать в таких позициях. Конев 8, Аш5. Конь Е6. Уперц ушел. И смотрим, как смело, очень смело съедает такую пешку на Д4. После разменов последовало взять АЖ, АЖ. И вот здесь, я думаю, знай, как бы Мванише, чем бы тут все развернулось, он бы сразу, наверное, пожертвовал на Ж6. И интересные позиции. Но сыграл по-другому. Сыграл Ладья А4, что кажется тоже весьма заманчивым. То есть, белые хотят сдвоиться по линии Аш, пытаться, может быть, даже строиться потом по линии Аш. Инициатива смотрится очень страшно. После ферзь С5, вот в этой непростой позиции, которой, наверное, все-таки белые ходом Ладья Аш1 добирались бы до Черного Короля. Последовала ошибка. Белые захотели выиграть сразу. Взяли на Ж6. И это перевернуло ход борьбы мгновенно. Потому что после ферзь на Ж6, Бонга очень был обрадован таким событием и успел выйти сломан на Ф5. Коробочка закрылась. Ферзь не может дать шаг. И пришлось сдаться, потому что еще грозит страшное взятие на С2. Эта выигранная партия перевернулась сразу в пройдию. Напомню, что... Даже не напомню, я скажу, что пул Б, которым победу удержала команда сборной Либанона. Очень плотная команда. Я вообще думаю, что это фаворит, на самом деле, по составу. Очень интересные четыре доски. Достаточно хорошего уровня. Даже говоря о том, что Катар, который играл также в пуле Б, занял второе место. А Катар у нас всегда ценился очень хорошими шахматистами. Кстати, Катар известный мастер Низад представлял. Мастер Низад. И, соответственно, дальше Бахрейн или Берия. Третье, четвертое место. Выходящие также заняли. Пул Цен представлял Кипр. Кипр занял первое место уверенным. Дальше Аруба, Гаити и Мавритания. Вот эти команды присоединились, как я уже сказал, к уже квалифицированным командам. И завтра они уже начнут новую жизнь. Ну что же, я надеюсь, что такой маленький обзор был полезен. Будем болеть за наших шахматистов. Кому понравился Фиджи, кому Пакистан, кому Либанон. Я полагаю, что Либанон еще скажет свое слово. К сожалению, Либерия вышла из участия. А нет, Либерия как раз таки прошла. Я буду за Либерию болеть. Да, за Либанон не буду. Буду за Либерия. Значит, ну что же, ребят, желаю вам всем успеха. Следите за Олимпиадой. И постараюсь в ближайшее время еще что-то вам показать. Не допускайте ошибок. Атакуйте аккуратнее. И главное, внимание, внимательность и успех. Пока.